всем привет автосалон mitsubishi совсем недавно они переехали теперь видите здесь такой большой непросторный салон светлый сейчас кондеры работают вообще красота тут прохладненько так давайте как обычно посмотрим какие модели представлены какие цены совсем недавно mitsubishi подняли цены на своей машины давайте смотреть l200 то есть уже у нас полностью обновленный модельный ряд ну вот опять же вы говорите что мол там пола да вот вышел новый типа все на одно лицо или там rapid обла вот тоже пожалуйста pajero sport l200 вон у нас стоит asx то есть практически тоже все почти на одно лицо на что делать ну узнаваемость машина должна быть так вот они считают эти маркетологи иди как-то четко смотрится один этаж оптики второй этаж тут уже значок попроще виде тоже такой треугольник только там так он выпало да и красиво сделала тут уже туба это проще сделано штампованный капот давайте смотреть что здесь l200 mitsubishi или mitsubishi кому как нравится l200 2.4 плюс здесь у нас 6-тубка механика дизель стоит 154 лошадиные силы коптящий момент 308 ньютона метров емкость бака 75 литров расход в городе 9 литров на трассе 7 смешано 7,7 литра ну в общем неплохо так из топов здесь еще стоит литые диски ковры салон подкрылки антикор сигналка сетка в бампер в итоге машина стоит 2 миллиона 328 тысяч рублей выгода патриотину до 270 тысяч такие вот скидки такие огромные размеры да у машины но вот эти вот не знаю ручки хромированные вот честно говоря как бы лучше вот так вот это были не так аляписток давно в моем понимании да и было бы как было намного интереснее как как считаете за дпл и для плата вам сделаю полностью отделку пластиком чтобы не царапать железки у тойота здесь чуть-чуть покруче и крючки имеется ну тут по словам и тоже достаточно уютно два кармана сиденья тут ведь еще отдел на черном и ручки черные хотел тут цены почитай хоть и холодно от этого от кондера давайте тут заодно и здесь что она предлагает такая вот магнитолка простецкая но и тоже вам как в старом рапиде да такие вот крутилки хотя машина стоит 2 миллиона там 300 сердца тысяч до классе бум бум все это дело работает рециркуляция подсветка здесь руль в коже ну что вы хотите здесь еще раз у нас запираемый бардачок тоже вот так все работают что говорить допустим на той же месте я не знаю ну как бы чё требует то есть вот увидите у нас до шайба медика на здесь красиво сделать глазу приятно и ручкой трогаешь такой как все четко щеточка да вот все красиво так блестяшка такая го сюда глаз поднимается чего-то такое ну и японцы не палится то есть как бы взял свою грубо рукой да но она так повернул так и все поэтому как бы вот так вот все какие-то претензии предъявляет ну смысла я не знаю смысл какой давайте смотреть двигатель есть бензиновый есть дизель так у нас получается есть виси инвайт виси инвайт плюс интенс интенс и инстайл то есть вот так получается пять комплектаций в базе машины стоит 2 миллиона 199 тысяч рублей во второй комплектации 2 миллиона 333 тысячи рублей и тоже будет идти у нас механика 3 комплектация виси интенс 2 миллиона 436 тысяч и тоже будет идти механика и только 4 комплектации интенс у нас уже будет стоять автомат и в самом самом топе инстайл тоже будет стоять автомат и машина уже бы стоит два миллиона восемьсот две тысячи рублей вот ну как бы можешь сэкономить то есть купить машину девятнадцатого года производства не практически она стоит на сто десять тысяч дешевле да вот принципе будет то же самое только на по 10 тысяч дешевле почему нет и что тут у нас еще на реке добата за цвет 21000 рублей добата за цвет белый перламутр 31000 рублей вот такие цены как вам цены виде кожи все красиво сделано аварийка тихо работает тут веркало нет вообще никакого тут веркало есть со шторкой подсветки нет чешник мягким не дело просто кайту прокладушкой все динамик цвет тоже видите просите 2 миллиона сколько от 300 дальше люди машина стоит ну что делать вот так вот сделаны все не вообще не париться 3 подголовника вот есть салон выходим сидушки вот кажется чуть простецкие ну может это только кажется управитель имеется ну и тоже готов глюкнул дверь бух идем дальше смотрите у нас еще здесь в салоне имеется старый sx вот взял бы автоваз да по лицензии бы купил вот эту машину перекроил бы ее и назвал бы там не знаю x-ray там 3 да вот морду чуть то есть тут уже x и имеется видите вот и как бы да и все и как был был бы или там x-ray 4 там типа x-ray turbo там была бабла то есть смотрите какой салоне диски принципе да похоже еще вот тут по салончику получше да смотрится чем в x-ray как считаете вот тоже да да вроде фигня вот это вот тоже вот и зрительно очень так бьет на подсознание что ух ты тут все красиво давайте заглянем поближе вот эти вещи конечно я согласен что маркетолога надо работать прежде всего вот над этим вот просто человек садится и вау тут все так кажется ух ты ух ты ух ты хотя тучу все простенько тут пластик такой здесь вот помягче ну даже микролифте есть все дела тут для ручки еще вот экранчик принципе считаю что вот такой кратчика и достаточно нафиг этот экран до 8 дюймового городе если и получается что официально видео то нельзя смотреть и производить такие магнитолы только ради того чтобы был большой экран за камера заднего вида так можно их такую камеру все видеть вот зачем такие экраны здорово городе я не знаю если там этот функционал вообще врезан напрочь подсветка тут видите имеется руль в коже но утру чуть-чуть конечно мне не очень нравится и крутилочки такие эти небольшие хотя все четко и мягко работает подключаемый полный привод такой вот небольшой рычажочек большие подстаканники включение и спи разъем usb розетка ох как он медленно ну что вот такой вот x-ray бы вы хотели себе зато тут едик вы были пусники вот он есть что-то как часто вы пользуетесь да зачем тут гордить опять же там огромные здесь плафон слэд подсветки этими диодами бла-бла-бла когда вот такого вполне достаточно считаю вот идем дальше когда мы всю цену не посмотрели динамик слушаем да вообще-то пойдет пойдет вот смотрите как выглядит этот sx положимся и как выглядит этот есть радиста внешне да а технически практически машина ничем не изменилась ну давайте смотреть на то что мы смотрим здесь у нас на выбор задачка 16 и двухлитровый информ есть у нас комплектация с я не передам инвайт передний привод интенс передний привод и уже с мотором 2 литра пошел интенс полный привод и инстайл полный привод с мотором 16 идет только механика уже с другом движком идет только вариатор в базе машина стоит 19 модельного года 2 миллиона 1 миллион 249 тысяч даже есть найти 18 модельного года вообще 1 миллион 189 тысяч дальше во 2 капитации прошлого модельного года машина 1 миллион 299 тысяч на ручки и в 3 капитации машина стоит 1 миллион 350 тысяч движком 1 6 на ручке с двухлитровым движком машина и полный приводом с вариатором будет стоить уже прошлогодние 1 миллион пятьсот пятьдесят и в топе машина будет стоить 1 миллион шестьсот девяносто три тысячи рублей в капитации инстайл с полный приводом размер выгоды по трендину пятьдесят тысяч с учетом выгоды а цена и тут видеть у нас указано выгода по трендам до ста тысяч то есть надо в любом случае подходить к ребятам все это дело уточнять и так далее возможно вот эту машину допустим прошлого модельного года вам еще больше уступят чтобы лишь бы машину этот продать все она им не висела на шее на балансе и так далее смотрим какая красота до eclipse cross ну тоже вот смотрите по даже можно спутать да вот если бы не вот эти вот и вот эта часть можно даже испутать но две машины одинаково стоят а нет и подавала подожди подожди а тут и потому что вообще что корпоративный стиль узнаваемость марки но должна присутствовать теперь вот так вот маркетологи решили и по-другому в общем-то никак смотрите реализованный свет куча хрома намывать ли фар честно говоря и катался я на такой ну впечатление в общем-то как сказать бензин можно здесь заливать 92 хотя здесь turbo мотор стоит вот принципе на едет бодренько но блин подвеску у нее вообще жесть какая вот эта машинка прям блин глотает все подряд подвеска здесь офигеть здесь блин просто жескач что называется не знаю с чем связано почтов за точно здесь подвеска ну блин жесткая на просто пипец какая понимаете да давайте с той стороны посмотрим цвет красивый так вот именно эти все ведь части хромовый да вот красным цветом четко так подчеркивает но она еще намытая но никогда конечно все смотрится вообще здоровски вот глянца тут полно вот когда они стоят в фалоне да и вот этот границ конечно тоже бьет по глазам маркетологи делают свое дело потом вы поездив допустим полгода во что все это дело превращается или либо нужно намывать стряпка все эти вот места там с химией там начищать но не знаю есть ли смысл давайте смотреть сколько стоит все это дело движок здесь без альтернативный 1.5 turbo тут что-то опять же крутили крутили и японцы поначалу он вышел и с механикой и что там еще теперь как видите здесь везде идет только вариатор машины есть как 19 года и 20 но давайте смотреть этого года 1 миллион 970 тысяч стоит машина в базе инстайл и с передним приводом выгода смотрите по 3 длину до 150 тысяч рублей доходит есть еще инстайл с полным приводом машина стоит 2 миллиона 212 тысяч и с учетом 3 длина 1 миллион 962 тысячи рублей будет стоять тот же мотор 1.5 turbo и вариатор ультимат или ультимейт кому понравится с полным приводом машина 20 года уже будет стоить 2 миллиона 316 тысяч и с выгодой по 3 длину 2 миллиона 166 тысяч рублей здесь уже программа семейного автомобиля не прокатывает по моему бланку подняли до полутора миллионов но здесь у нас цены уже такие видите потом идет инстайл black передний привод и инстайл полный привод тоже black цена в топе 2 миллиона 316 тысяч и уже выгода по 3 длину 100 тысяч то есть самый топ можно взять с полным приводом вариатором за 2 миллиона 216 тысяч рублей ну вот так все это дело происходит честно говоря честно говоря ну поначалу мне казалось ух ты тачка какая зачетная а потом когда я прокатился на ней но как-то вот мне не очень понравилось понимаете как вот здесь за подвески и еще еще понимаете вот допустим даже для твоих машина здесь багажник маленький она чисто какая-то как сказать чтобы никого не бить на пижонская да вот честно двигаться сколько тут того багажничка вот как-то все так сделано такой футур да вот а что не хотели этим сказать дизайнеры не понимаем то есть машина непрактичная если уж кроссовер типа надо чтобы был но более-менее какой-то большой багажничек чтобы с толпой выехать на природу там положительный там куча всего и тогда хорошо здесь здесь принципе нет ничего ну можно да в моем мнении ошибочно не знаю как как считаете видите подарил задние сиденья имеется вот тут такие вставки под карбон и тут твердые практически подлокотники вот так все ну зато есть уплотните за счет сзади и дверь закрывает порог бесключевой доступ идем дальше смотрите у нас обновленный asx яркая внешность твердый характер белый цвет и повторить ли не как здесь они в крыльях вот так они обыграны не знаю может в топе и по-другому колесики такие нас прямо скажем небольшие ну давайте обойдем черные рейлинги ведь у нас так смотрится задок антенна такая огромная но повторюсь что в техническом плане здесь ничего не изменилось что-то тут закрыто ладно asx так ну что я помню машина закрыта ну да ценник я так привезу покажу то что на сайте написано висит видимо совсем скоро привезут или нет сейчас давайте посмотрим тут у них небольшой склад да нет пока машин видимо вот это всегда загнали просто чтобы как бы было как автовоз придет ну что вот такие цены как вам цены собственно то этих моделек то не особо и много там же стоит терминатор он черный pajero спорт но тоже и вот видите не загоняет почему я не знаю может просто тупо лень или уже и отложили знаете как то есть вместо свободное они ставят ну вот так везде по разному работы где-то посвятили чтобы старается вот так когда они понимают что продажи не особо то ли что еще нафиг что-то делать или видите и так пойдет кому надо предложим хотя хотя это была серия терминатор лимитированная поэтому как бы вот наверное надо быстрее продать хотя и опять же то есть может она уже эта машина продана все опишите комментируйте все пока счастливо и